Я буду уже придумывать условия конкурса. Вот, такой вопрос о вашей торговле. На каких таймфреймах вы торгуете? Очень хороший мой любимый вопрос. Я торгую на всех таймфреймах. Я объясняю, почему. Смотрите, если, например, на рынке есть фаза импульса, идет очень сильный тренд. В этом тренде можно торговать пробоями. Пробойная стратегия работает на маленьких таймфреймах очень круто. Вот, зашли, на рынке есть очень сильный импульс. Открыли 5-минутный график, и какой точкой флот нашли, и все. Паза импульса вы поймали. А бывает, например, на флэт, например, глобальный какой-то флэт, идет флэт на D1. Тогда, возможно, используют отбойные стратегии, которые себя хорошо показывают. Я создаю алгоритмические разработки, которые торговали на M1 каждый день, которые я показал. Там тысячи сделок в сутки. Есть некоторые позиции. Например, я могу удержать в месяц, два, три, четыре, например, и так далее. Например, я жду все такие последние пазы роста S&P, я хочу продать и долго держать, например. Вот такие планы. Поэтому я в сторону гибкости. Рынок не всегда, движения одинаковые. Но я не против те, которые выбирают какой-то одному. Я не против абсолютно. Но я сам люблю как-то более прозрачно, потому что рынок нам создает разные, как сказать, возможности. И поэтому я постараюсь это использовать. Вы любите, когда больше вариантов какого-то отхода в развитии, чтобы можно было широко посмотреть на ситуацию. Да, да. Супер. Так, у кого нет огромных депозитов, что посоветуете на нестабильном рынке? Такой же ответ, я думаю, недавно. Давайте так. Окей, если небольшой депозит, я не знаю, сколько это депозит. Вот когда нестабильный, значит, рынок как-то очень сильно волатильный, либо рынок сильно падает, правильно? Точно нерастущий вопрос был такой. Я лично сам это использую, этот момент. Тогда торгуете на Penny Stokes, да? То есть, это интересно на какой-то фармацевтической компании, либо биотех компании, которые стоят в порядке до 50 центов, до 2 доллара, да? Почему? Потому что, когда рынок нестабильный, либо сильно падает, Penny Stokes не сильно падает, поверьте. Потому что они уже, да, полуцента там падают уже. Куда еще там? Ни одного, ни же ноль, правильно? То есть, и я ни одного, то есть, ну, купите пару фармацевтиков, например, да, или биотех компании, либо вот IT-сектора, там, недорогой компании, которая 3-5 доллара стоит, вот, потому что они на падающий рынок не сильно падают. И давайте финальный вопрос, он так вот промелькнул в нашем чате о том, что пенсионеры могут быть претендентами в компании Азиза. Давайте я перефразирую и скажу, есть ли какие-то у вас возрастные ограничения по входу в вашу компанию? Абсолютно нет. Давайте вот под объявление, да, это объявление, это антиреклама, наверное, будет сейчас. Да, смотрите, у меня тысяча учеников, вот последнее время, все-таки у всех же конечные цели есть, правильно? Вот я сейчас в офисе с вами в Дубае, да, я последнее время занимаюсь укрепить знания тех трейдеров, которые уже есть результаты, или ноль, или маленький минус, это мне очень интересно. Пока у нас нет рекламы нигде, то есть, ну, пока у меня не особый интерес заниматься с обучением в данный момент. У нас такой этап, да, то есть, у нас этап развития, то есть, вот, в прямом смысле создать инвестиционные компании, компания, которые торгуют трейдеры несколькими миллионами долларовами. Но это интерес вот такой, да, поэтому сейчас будет, наверное, скоро у нас русскоязычный, даже у нас есть менторы, которые, то есть, занимаются обучением на русском, да, раньше было, да, какое-то время и заниматься, а сейчас особо не занимаюсь. Ну, я очень, то есть, я могу это все бесплатно все как-то, ну, объяснить, ну, в своем канале бесплатно, то есть, у меня нету, пока, пока нету каналов. Азиз, спасибо вам большое, отлично вы подрезюнировали то, что, ну, нет никаких возрастов в трейдинге, вы можете заниматься этим от мала до велика, нет никаких минимальных и максимальных сумм. Конечно, я, извините, перебывал, я предлагаю этому человеку, уважаемому человеку, почитать девушку, бабушка трейдинга, вот это момент, то есть, в Wall Street, типа, бабушка трейдер, который заработает, наверное, там, сотни миллионов долларов, если не миллиард, если не ошибаюсь. Спасибо вам огромное, Азиз. Тогда ждите от нас условий конкурса. Да, да, конечно, все. Я обещал все. Все, ну.